плотный объемный узор этот узор я покажу вам без схему поскольку схем у меня нет раппорт узора 5 петель и одна петля потребуется для симметрии узор вот я набрала воздушную цепочку связала в первом ряду 11 столбиков без накида это два раппорта 1 петля для симметрии узора теперь вяжу собственно сам узор 3 воздушных петли поворачиваюсь на первом же столбике вяжу столбик с одним накидом делаю 5 воздушных петель 1 2 3 4 5 пропускают 4 столбика первого ряда 1 2 3 4 и на пятом вяжу соединительный столбик теперь поворачиваю вязание и обвязываю вот это только что связанную цепочку полустолбиками с накидом всего 7 полустолбиков раз два три четыре пять 6 7 опять поворачиваю вязание и теперь на пропущенных столбиках вижу столбики с накидом то есть вводя крючок вот так вот сзади этого объемного элемента 1 2 3 4 и пятый столбик я свяжу на том столбике куда вот у нас этот объемный элемент прикрепляется это в общем то вот один раппорт вот такой вот он получился у нас объемный отстающий от полотна давайте еще разочек значит 5 воздушных петель 1 2 3 4 5 пропускаем 4 столбика раз два три четыре на пятом вяжем соединительный столбик поворачиваемся и вяжем 7 полустолбиков с накидом 1 2 3 4 5 6 6 и 7 опять поворачиваемся и вяжем столбики с одним накидом на пропущенных столбиках 1 2 3 3 4 5 столбик мы вяжем на том столбике куда прикрепляли объемный элемент не это вот последний столбик вот такие получаем объемные элементы изнаночный ряд вяжется просто столбиками без накида воздушная петля и столбик без накида на каждом столбике все очень просто всего вертикальный раппорт узора два ряда то есть в следующем ряду я опять также буду вязать вот эти вот объемные элементы давайте покажу как это выглядит на большом образце вот такой образец у меня получился видите вот действительно вот эти вот элементы цепочки обвязаны они отстоят основного полотна изнанка естественно простая плотная узорчик плотный подходит в общем-то для любых вещей кроме того можно менять вот так вот цвета я вот сделала два ряда желтенький желтеньким первый ряд меняем цвет пряжи вот в ряду с объемными элементами а потом довязываем вот ряд столбиков без накида и опять меняем цвет пряжи то есть можно сделать любой ряд любые полосочки вот в общем то несложный но такой очень интересный рисунок вот наверно для шапочки будет очень интересно смотреться кстати при вязании по кругу вот эти вот элементы можно сдвигать относительно друг друга то есть здесь они вот у нас выстроены вертикальные полосы но это сделано потому что вот при прямом вязании когда есть края если их сдвигать тот будет просто вот пустые места оставаться а при вязании по кругу их можно сдвигать попробуйте я думаю что в диагональном расположении будет еще интереснее смотреться подписывайтесь на мой канал чтобы не пропустить новые уроки у меня еще много разных вязальных идей и хитростей у нас с вами много интересных неразобранных узоров и сложных схем не пропустите все это удачи вам и легких петелек у нас на dramaturge т... т... Продолжение следует...